Друзья, сейчас уже в тамбуре нахожусь. Хочу передать эти чувства, когда стоишь и тебя колотит. Вам дверь. Ну а сейчас у меня выпала такая возможность показать вам все от первого лица. Это крайний вагон в дизель-поезде Еленовка-Донецк. Ребята, всем привет! Вы на канале Виконста. У нас за окном утро. Сегодня я еду на железнодорожный вокзал, покупаю билет в сторону Еленовки. Прокатимся мы на поезде Донецк-Еленовка. Покажу вам все от первого лица. В общем, смотрите и не переключайтесь. У нас, смотрите, какой прекрасный рассвет в городе Донецке. Ну а я иду на двойку. Будем ехать по самому короткому и бюджетному маршруту. Три рубля проезд у нас в троллейбусе. Ну и там уже на ЖД вокзал приедем. Я куплю билет. Буду садиться поезд. И, в принципе, все это дело показывать. В общем, ребята, приехал я на железнодорожный вокзал. За окном у нас показывают плюс 9, 7.03. И будем брать билеты на поезд Еленовка. Так, у нас отправление в 7.50 и в 17.40. Так, у нас здесь касса одна. Ну и сейчас будем брать билет. 10, 12, 14 рублей. А вообще можно у проводницы будет тоже купить там? Если покупать будут проводницы с Донецка, вот на этот рейс на 7.50, то еще трояк будет оплачивать за дополнительный сбор. Если у нас в вокзале есть касса, лучше покупать в кассе. В самой Еленовке? Нет. А вы имеете в виду обратно? Да. А в обратно вы проводнице купите. Угу. Хорошо. Так и сделаем. Купил я, в общем, билет. Стоимость билета 14 рублей. Донецк Еленовка. Ну и, в принципе, ждем поезд. Отправление у нас будет через 40 минут. Поезд приходит на первый путь, первую платформу. Ну и будем, в принципе, ждать. Что касается людей, на ЖД вокзале нет никого. Только я один с билетом стою. Ну и ждем поезд. Внимание, будьте осторожны. Не подходите близко к краю платформы. На первый путь прибывает пригородный поезд Еленовка-Донецк. Так, ну что, ребята, поезд прибыл. Сейчас будем заходить туда. Посмотрим, что там внутри. Это первые за 5 лет я буду заходить в него. Ну, кстати, люди потихонечку выходят, выходят. Всего два вагона. Так, ребята, время у нас полвосьмого. Через 20 минут отправления. В принципе, вагон зашло всего лишь 4 или 5 человек. Как бы немноголюдно. То есть выбирай, что хочешь, какое место. Ну, в общем, вот так. Ждем отправления. Так, сейчас я вам здесь еще покажу билет. Ну, и будем ехать сейчас. Голову перецепят. И будем отправляться. Ребята, до отправления 3 минуты уже подтянулось немножко людей. Может, человек мой 15. В двух вагонах. Тут всего 2 вагона. Но мы во второй не будем ходить. Там тоже самое. Так, ну что, ребята, мы отправились. Едем потихонечку. Так, ну что, билеты у нас проверили. Кстати, можно купить билет прям в поезде. Так что, если вы не успели на кассу, можно купить его в поезде. Если покупаете его в поезде, то стоит на 3 рубля дороже, то есть по 17 рублей. Так, ребята, первая остановка. Едем дальше. Минуту постояли и поехали. Так, ребята, первая станция у нас Рученково. Тут человек 10 вышло и 5-6 зашло. Едем на Мандрыкино. Так, ребята, ну мы уже на Текстилевском мосту. 46-й километр. Тут у нас торговый комплекс Солокова. По ту сторону. Едем на Мандрыкино. Так, ребята, подъезжаем мы к Мандрыкино. Уже время 8.39. Что касается комфортности, вы едете прежде всего в поезде. Плавно идет. Не то, что в автобусе будете толкаться и ехать с автовокзала Южного в Еленовку. И тем более цена 14 рублей. Ну а там, смотрите сами. Я рассказываю все, как есть от первого лица, мои ощущения. В принципе, я доволен. Приехали, ребята, мы на долю. Дунецька-Залезныця. Ну и следующая остановка у нас Еленовка. Друзья, сейчас уже в тамбуре нахожусь. Хочу передать эти чувства, когда стоишь и тебя колотит. Ну, в принципе, поездка у нас плавненькая, хорошая. Стоп-кран, кстати, под пломбой. По росту не подхожу. Флажки сигнальные. Хотел, ребята, заснять вид с вагона в конце, но, к сожалению, сломалась ручка. Не в подходящий момент. Ну, в принципе, ничего страшного. Я думаю, вы и так прекрасно понимаете, что происходит за окном. Но было бы прикольно отснять такие кадры, когда стоишь сзади и едешь. Сейчас уже подъезжаем мы к Еленовке, будем выходить, покажу я вам саму станцию. Пройдемся и будем двигаться назад уже в сам Донецк. Приехал я на станцию в Еленовке. Вот сейчас как раз у нас стоят два вагона и перецепляют дизель. Вот так выглядит железнодорожная станция. Ну, мы будем маршрутом туда и обратно, с Донецка в Еленовку и с Еленовки в Донецк. Немножко, сейчас я вам, интересно, здесь открытый вокзал или нет. Покажу. Да, открытый. Что у нас здесь происходит? Ага, касса не работает. Так, и часы, кстати, стоят. Ну, ничего. Вышел я с поезда, время до отправления у меня еще 35 минут. И решил показать вам немножко Еленовки. Вот, кстати, церковь. Мы сейчас туда отправимся. Ну, и сама Еленовка сегодня от первого лица. Посмотрим, что у нас здесь. Продается одежда, обувь, посуда. Хоз товара. Ну, небольшой рыночек. Здесь у нас дорога в сторону Мариупольской трассы. Но это сама церковь. Там у нас почта. Ну, в принципе, сам центр Еленовки, я думаю, можно спокойно говорить, что это он и есть. Храм святых Константина и Елены. Так, ну, туда у нас дорога на Мариуполь. Туда у нас дорога на Донецк. То есть за 14 рублей с города Донецка я добрался в Еленовку за полтора часа. Если ехать с южного автовокзала, то это занимает порядка, может быть, часа, может быть, чуть меньше. Ну, и в принципе, к качествам поездки я доволен. Тихо, спокойно, без всякой толкучки. Людей процентов 30 от всей загруженности. Может, мы такое время выбрали, может, не знаю, что. Ну, в принципе, показал вам я все как есть, как добраться. Но это едут люди в сторону Волновахи, Мариуполя. Либо, может быть, где-то кто-то здесь по месту ездит. Так, это еще, я так понял, здесь и магазины. И, может быть, по утрам здесь какой-то рыночек небольшой. Вот, кстати, молоко продают, веники. То есть, если бы знал бы, конечно, может быть, еще какие-то интересные места показал. И не был бы ограничен во времени. Ну, а так, в принципе, вот вам Еленовка. Многие просили съесть на поезде. Покажи, как это есть на самом деле. Съездил, ребята? Показал вам. Ну, как вам такие выпуски? Обязательно пишите свою оценку в комментариях. Внизу. Я жду. Ну, а я иду на поезд. Что, ребята, отправляемся? Идем мне там, мне вообще. На Донецк? Да. 28 рублей. Так, дали нам вот такой билет на двоих. Еленовка, Донецк. Стоимость билета 28 рублей. Так, в принципе, все. Едем в Донецк. С вот таким билетом. Ну, и встретимся на вокзале. Так, ребята, когда туда ехали, не удалось мне показать вам дверь. Ну, а сейчас у меня выпала такая возможность. Крайний вагон в дизель-поезде Еленовка-Донецк. Эксклюзивные кадры. Вы бы хотели так тоже проехаться. Поэтому можно сесть за 14 рублей, сесть и туда-обратно. То есть 28 рублей и 3 рубля на троллейбусе потратить. И вы можете ощутить это все. Это как экскурсия для вас. Ну, как есть. Так, ребята, еще сейчас буду постить фоточку в Инстаграм. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Здесь есть прикольные и интересные материалы. Опа, раз, фоточка и два. Поэтому всем рекомендую, кто не подписался, ссылочку я где-то прикреплю. Что касается чистоты в вагоне. Пока все равно сейчас еду. Можно будет рассказать немножко. В принципе, все чисто. То есть ухаживают, следят. Даже пыли нет. Не знаю, когда ее вытирали. Но факт в том, что в принципе комфортно и чисто. Это самое главное для поездки. Доехали мы уже до станции Донецк. Выходим. Ну вот, приехал я на станцию Донецк. Кому понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. Съемка была от первого лица. Если вам нравятся такие выпуски, обязательно комментируйте. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами на канале был Виконса. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!